Ребята, всем привет. Сегодня мы на кухне и сегодня мы опять готовим. Готовить мы будем сегодня лакман. Значит, это одно из моих любимых блюд. Что нам для этого понадобится? Давайте нам понадобится лук, морковь, мясо, в данном случае у нас свинина и картоха. Также нам понадобится еще лапша. Я ее буду делать, домашнюю лапшу у меня будет. Можно также купить магазинную. И нам еще понадобится томатная паста. Это все ингредиенты. Агда, чуть не забыл, еще чесночок и приправы. С чего мы начнем? Существует множество вариаций лагмана. Я придерживаюсь как бы одного варианта. Мне он нравится, мне нравится, как это все получается. Самая большая хитрость данного блюда, что я сейчас буду готовить, это все порезать такими маленькими квадратиками. Вот буквально где-то миллиметров 8 на 8. То есть мясо, картошку, лук и морковку. Вот. Все это порезано. Блюдо готовится в два этапа. Первый этап это обжарка всего. Второй этап это тушение. То есть потом это блюдо будет тушиться. В итоге мы должны получить блюдо, в котором идет заливка. Она такая, ну густая довольно-таки. И все ингредиенты, они должны остаться целыми. То есть целая морковочка квадратиками, лучок. Ну лучок он растворяется, то есть его сильно не видно, но все равно он будет присутствовать кусочками. И картошка будет кусочками. Не разваренная ничего. То есть это будет как бы такой густой суп. Вот. И как подается, берется лапша и заливается все это бульоном. Бульон вот сейчас мы будем делать. Вот сразу режу вот на такие вот порции. То есть оно будет тоненьким. И так будет его проще порезать на кусочек. Самая замечательная радость этого блюда в том, что на готовку, ну да, на готовку уходит как бы время нормально, но в итоге получается блюдо очень простым. То есть тут не надо чего-то сверхъестественного. То есть человек, который никогда не держал, допустим, в руках ложку, ну я имею ввиду не готовил, то есть там ни ложки, ни ножа. Вот. И вот спокойно это блюдо может приготовить. То есть на самом деле абсолютно ничего сложного в нем нету. Самое главное это надо просто нарезать хорошо все ингредиенты. Ножи на кухне должны быть вовремя. Будет острый нож, то есть блюдо готово в два раза. Вот этот вот нож, он у меня такой экспериментальный. Так на самом деле вот я режу всегда вот этим вот ножом. Он мне больше нравится, то есть он большой, хорошо в руке сидит и он очень острый. Ну а дабы показать как это все нарезается, приходится вот резать этим ножом. Хотя это тоже мой любимый нож. Значит подправив нож, это обязательно. Что мы делаем? Значит сейчас у нас получается горит газ внизу. Ой, ну да, на дне кожанка там у нас находится масло. Сейчас оно чуть-чуть закипает и мы бросаем туда мясо. Значит следующее, что у нас пойдет, это у нас пойдет морковка. Вот. Почему морковка? Да потому что она будет готовиться подольше. То есть сразу забрасываем мясо. Вот. Мясо у нас обжаривается и следом мы забрасываем морковку. Вот. В принципе сейчас нарезаем. Значит по пропорциям. Здесь я вам не скажу, что делается абсолютно так на глазок. Все делается на глазок, то есть мясо где-то грамм 400. Три-три-три морковки, лучок один и картошки где-то, ну, целый рамчик. Вот это вот все надо будет мне порезать. Значит, мясо я нарезал маленькими кубиками. Ну и режем морковку. Так же маленькими кубиками. Набрасываем мясо. Масла должно быть хорошо, нормально, много даже. То есть оно все равно потом идет жидкость. Сейчас мясо оно хватается. То есть, ну, получается вот до такой степени будет обжариваться. То есть его надо сейчас обжарить буквально чуть-чуть, оно сейчас будет тониться. Вот. Огонь мы не сбавляем. Огонь средний идет. Можно, конечно, на быстром огне, но тогда я не буду успевать подрезать овощи. Так. Что самое главное, как я считаю? Это соль. Посолить. Солить надо в процессе. То есть вы солите по чуть-чуть, но в процессе готовки. Потому что сейчас, допустим, мясо, оно возьмет соль, будет нормально. Брошу я овощи, они также возьмут соль. То есть вот все время подсаливать. По чуть-чуть, но подсаливать. В итоге у вас получится полностью блюдо, все нормально просолено, готовым к употреблению. На квадратики у меня не получается, но хочу заметить, что я не профессиональный шеф-повар. Я готовлю это для себя, но я знаю, что это вкусное блюдо. Поэтому рекомендую. Так. Чуть насвинячил. В общем, вот так вот как-то надо порезать морковь. Как узнать о готовности мяса? Вот пока вот это вот выделяется, то есть мясо, оно еще не жарится, оно выпаривается. Вот смотрите, пока оно выпаривается, пусть выпаривается, вы его не трогайте. Как только оно начало обжариваться уже, вот тогда и стоит уже забрасывать морковь. Ну, чуть-чуть обождать, пока оно вот как бы примет такой золотистый цвет. Смотрите, мясо еще пенится. Мы его помешиваем. Вот еще белая мулечка вот эта вот, она должна быть прозрачной, то есть там должно быть масло и жир. Вот оно все пока что готовится. Морковьки у меня получилась вот почти тарелочка стандартная, порционная. Вот сейчас буду нарезать лук. То есть видите, мясо готовится, а я резаю. Это очень хорошо экономит время. И вообще быстро получается все. Значит, как я режу лук? Ну, очень просто. Раз, напополам. Теперь вот она серединка вот так вот проходит. Вдоль нее я режу раз, два, три, четыре. На четыре части у меня получаются вот такие вот бруски. И потом их просто нарезаем. Нужный размер у нас получается автоматически. Так же со вторым кусочком, со второй половинкой поступаем. То есть тут где-то, ну, где-то сантиметр, там меньше даже. То есть, ну, такие вот кусочки, они небольшие. Все. И нарезаем лук. Значит, сейчас я беру приправу. Давайте поговорим немножко о приправе. Приправа у меня, я честно говоря даже не знаю, что там внутри в этой приправе. Кто хочет, может посмотреть. Единственное, я знаю, что здесь есть бадьян. Вот он. Ну, уже такие кусочки, это у меня уже остатки приправы. Где я ее взял? У нас на рынке сидят люди. Ну, я не знаю, то ли они армяне, то ли они грузины, то ли еще кто-то. То есть, ну, какая-то такая вот восточная нация. Ну, не восточная, ну, по крайней мере пишут, что восточные эти специи. К ним подходишь и говоришь, ребята, сделайте мне, пожалуйста, приправу для лагмана. Они шаманят там все, и получается у вас вот такая вот приправка. Можно ее, конечно, купить в магазине, но в магазине, как бы, я считаю, что травы не настолько ароматные, как здесь. Значит, беру я приправу. Мясо у нас, вот смотрите, все. Пена почти исчезла, то есть оно почти уже начало готовиться. Сейчас я сыплю приправу. Приправу сыплю не сильно много. Ну, вот буквально вот три щепотки. Все. И оно сейчас там будет делаться. Я беру помешиваю это все. Вот. И мясо сейчас будет придаваться такой золотистый цвет. Значит, смотрите. Видите, уже никакой пены нету. Он, этот бульончик, он стал такой прозрачный. То есть, все. Мясо, значит, уже выпарилось и готовится. Все. Самое главное его помешивать, то есть, чтобы оно не пригорело. И так, мясо у нас вот в таком вот виде. То есть, никакой пены, ничего. Мясо именно жарится. Вот. Сейчас я добавляю сюда чуть-чуть растительного масла. Масло самое обычное, то есть, ничего такого сверхъестественного не надо. То есть, видите, жира должно быть нормально, так хорошо. И засыпаю сюда морковку. Все, морковка у меня там. И пока не мешая, ничего. Вот. Оно вот так вот сейчас где-то минутки две находится. То есть, я не трогаю это. Для тех, кому интересно, как я режу там мясо либо морковку от первого плана. Ну, от первого лица так прямо. Смотрите на конструкцию ножа. Сюда я подцепил, пожалуй, все крепления, что у меня были от камеры. В общем, вот так вот он и находится у меня камера и так режет. Ну, эффект получился классный. Мне нравится. Значит, пока морковка у нас делается. Вот. То есть, смотрите, жира много. Масло, точнее, не жира. Вот. Пока это все у меня обжаривается, я начну делать картофу. Картофу режем точно так же, как лук и морковку. То есть, с небольшими такими квадратиками. Но у меня чаще всего получается не квадратики, а такие прямоугольники. Потому что, опять же, повторюсь, я непрофессиональный сельховар. И так, у меня все чуть-чуть подзажарилось. То есть, вот оно, морковка чуть-чуть убрала в объеме. Теперь мы сюда должны добавить лучок. Добавляем лук. И сразу же это все дело перемешиваем. Опять же, повторюсь, огонек у нас не сильный. Так. Чуть-чуть идет и идет. Вот. Сейчас масло впитается в лук. Морковку оно уже впиталось. Вот. Помните по поводу посолить на каждом этапе? Солим. Вот. И сейчас добавляем еще щепотки, две приправы. Все. Вот сейчас оно у нас дальше обжаривается. В общем, вот так вот мясо у нас сделалось. Здесь мясо, лук, морковь и приправы. Специи и также соль. Вот. Видите? Вот такой вот от моркови получается жирок. Он желтого цвета. Вот. Что я сейчас делаю? Это не обязательно, но я в свое время подготовился. То есть, летом засушил помидоры. Вот они, сушеные помидоры. Очень хорошая такая приправка. То есть, их немного, но они свой вкус дадут. Вот. Сейчас закидываем помидоры и также берем томатную пасту. Ну, здесь сколько написано? Так. 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 Сколько здесь? О, 25 процентов. Ага. Лечевин, 100 грамм продукта. Сколько ж? Ага. Здесь 70 грамм этого. Томатной пасты. Вот сейчас вот я туда это все закидываю. Закинул и теперь... Закинул и теперь... Перемешиваем. Получается, вся эта томатная паста, она обволакивает как бы мясо. Вот. Но не растворяется, потому что мясо оно в жру все. Тем самым мы как бы делаем, ну, зажариваем чуть-чуть вот эту вот томатную пасту. То есть, она как в зажарочку еще пойдет. Сейчас я беру фильтрованную воду. Обязательно фильтруйте воду, потому что, ну, по крайней мере, у нас она очень грязная. Вот. И ставлю ее кипятить. Для чего это делаю? Сейчас я буду эту воду лить туда. Так, у нас процесс сильно пошел. Я что-то забыл про воду. В общем, сейчас вода закипает и мы ее заливаем сюда. Но перед этим мы туда стопимем все картофель. И опять же все обильно перемешаем. Здесь вот практически не осталось влаги, поэтому вот надо будет добавлять воду. Сколько же воды добавлять? Смотрите. Вот такое вот у нас получилось. Вот оно. Сейчас я разравниваю это все. И наливаю вот буквально где-то на два пальца больше воды, чем, ну, вот край вот этой вот все мешанины у нас. И варим где-то, ну, в районе, наверное, 20-30 минут. То есть надо пробовать по картошке. То есть картошка должна иметь форму, но она уже должна быть мягкой. То есть мясо, морковка и лук у нас уже готовы. Ждем, пока приготовится картошка. Ну что, вот у меня, в принципе, мой лагман готов. Вот. Вот он такой вот получается. То есть все овощи красивые. То есть нету это разлившуюся. Ну вот, который разлез здесь мяско маленькими кусочками. Вот. Варилось это вот где-то в районе, ну, может 25-30 минут. Значит, все. Теперь я выключаю. Как только я выключил, я добавляю буквально чуть-чуть вот уксуса. И... Ну, сейчас попробую одной рукой. И давлю чеснок. Сейчас вот так вот будем делать. Раз. Значит, уксус, он придает кислинку, а чеснок придает аромат. Если вы не сильно любите много чеснока, тогда его где-то, ну, от зубчика, два средненьких, я так думаю, будет хватать. Ну, будет хватать. Если вы любите чеснок, ну, добавьте туда зубчиков пять. Я, допустим, очень люблю, а жена у меня как бы не очень любит чеснок. Поэтому приходится искать золотую середину. Все. Лагман у нас готов. Сейчас я поставил воду на лапшу. Лапшу я уже сделал. Вот такая вот она у меня получилась. Это домашняя лапша. Еще где-то комочки. Вот. То есть сейчас ее запрасываю пять минут, и лапша у меня готова. Тем временем у настоится мой сам лагманчик. Итак, прошло некоторое время. Значит, все у меня уже готово. Что? Как подается лагман? Значит, сразу берется вермишель. Лапша, вермишель, ну, вот в моем случае домашняя лапша. Накладывайте, ну, я люблю, честно говоря, так, чуть-чуть побольше. Вот. Главное, чтобы была тарелка у нас глубокая. Ну, вот где-то вот так вот вермишель накладываю. Теперь, ну, к сожалению, не покажу. Просто сверху накладываете то, что у вас получилось. Вот этот вот бульон, похлебка. Ну, вот он, вуаля. Все готово. Вот такой вот получается лагман. Сейчас я его буду дегустировать. Ну, я уже знаю, я уже попробую. Он получился. Вот. В общем, вот так вот нехитро. Ну, на все про все с чисткой с этим, ну, ушло где-то у меня час десять, час двадцать. Но зато у нас получилось вот такое вот блюдо. Здесь у меня его хватит на очень на много. Поэтому, в общем, всем приятного аппетита. Кому понравилось, ставьте нравится. Кому не понравилось, ну, уж обессудьте. Ставьте не нравится, значит. Вот. Подписывайтесь на канал. Будут еще блюда. Будут еще всякого-всякого. Ну, будем развивать канал, чтобы он был интересный. Ну, и, в общем, как-то вот так вот. Все. Всем пока.